Возвращение Ковчега Первая книга про Липомену, 13 глава с 1 по 8 стих. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян. Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе Ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Ямав, чтобы перенести Ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, что в Иудеи, чтобы перенести оттуда Ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли Ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинодава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырях и тимпанах и кимвалах и трубах. Ковчег Завета – не просто религиозная утварь. В нем лежат скрижали с десятью заповедями и памятные предметы, оставшиеся со времен путешествия по пустыне, свидетельство неизменного Божьего присутствия и заветной верности своему народу. Но во времена Саула о Ковчеге никто не заботился. Преданность Давида Господу проявляется в том, как он стремится напомнить народу о Божьем присутствии и обязанности прославлять Его, вернув назад Ковчег. Давид понимает, что залог будущности Израиля не в военно-политической мощи, а в искреннем возвращении к поиску и почитанию Господа. Весь Израиль объединяется в полном согласии с Царем. Когда мы стремимся к единству с другими верующими во Христе, мы лучше помним о своем предназначении – любить Бога и служить Ему. Насколько едины верующие в вашей Церкви? Как вы можете способствовать единству окружающих вас христиан? Размышления. Часть 2. Бурные торжества. 1-я книга про Липоменом. 13-я глава. 5-го по 8-й стих. Ковчег Завета 20 лет находился в Кириафе и Ариме, но пришло время ему вернуться в Иерусалим. Давид и его люди изо всей силы празднуют это торжественное событие перед Богом с пением и разнообразными инструментами. Они искренне желают чтить свой завет с Богом и с радостью приветствуют его присутствие в Иерусалиме. Народ Израиля, разбросанный по разным регионам, в очередной раз воссоединяется, подтверждая свою преданность Господу и ликуя, вновь осознает себя Божьим народом. Когда что-то снова напоминает нам о Божьем присутствии, мы тоже переживаем восстановление, которое рождает счастье, торжество и поклонение. Из-за чего вы поклоняетесь Богу? Проведите сегодня какое-то время радостно, поклоняясь Ему и ожидая Его присутствия. Молитва Отец Небесный, благодарю Тебя за возможность переживать полноту Твоего присутствия во Христе. Спасибо, что благодаря Твоему Сыну мы можем наслаждаться истинным единством верующих. Пожалуйста, помоги нам сохранять единство, которое Ты уже нам даровал, любя друг друга и служа друг другу. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...